Долги становятся неподъемными, а средств для их погашения нет, возможно, стоит задуматься о банкротстве. Объявление о финансовой несостоятельности позволяет полностью списать задолженности вернуться к жизни без кредитов, но, как и в любом деле, есть свои нюансы. Чтобы процедура прошла успешно, важно заручиться профессиональной поддержкой и обратиться за квалифицированной помощью. И главное, правильно выбрать компанию для прохождения этой процедуры. Об этом мы сегодня и поговорим. У нас в студии арбитражный управляющий Юлиан Борохов. Юлиан, здравствуйте. Добрый день. Мы уже с вами в прошлой программе обсудили, что такое банкротство, а теперь главное, как пройти эту процедуру. Я уже сказала, самое главное, выбрать компанию для прохождения банкротства. На какие критерии нужно обратить внимание? Прежде хотелось бы проговорить такие вещи, что процедура банкротства имеет свои какие-то последствия, как положительные, так и отрицательные. Чтобы у телезрителей складывалось верное понимание относительно процедуры банкротства, что всё это подаётся в арбитражный суд. Арбитражный суд уже принимает решение освобождать, либо не освобождать должника от исполнения обязательств перед кредиторами. То есть у всего есть свои последствия, как положительные, так и отрицательные. Дабы люди не полагали, что подал заявление в суд о признании банкротом, дальше уже железобетон на 100% могут от всего освободить. Нет, далеко это не так. Как подойти к выбору компании? В первую очередь необходимо по сайтам проверить, возможно, отзывы о компаниях, какие рейтинги. Любой арбитражный управляющий размещает сведения о своих процедурах на Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Это государственный сайт, обязательства есть у каждого управляющего вести публикации о том, как процедура началась, как процедура завершилась. То есть вся эта информация в общем доступе. Также существует картотека арбитражных дел. То есть тот арбитражный управляющий, который провёл процедуру банкротства, больше со списанием. К такому арбитражному управляющему вы и должны выдавать какое-то своё предпочтение. Сейчас очень много всяких объявлений и в социальных сетях, и даже в группах, в чатах можно увидеть. Как понять, что вот эта компания, например, однодневка, не попасться на уловки в мошенниках в данном случае? Я бы обращал внимание на следующие маркеры, такие тревожные маячки. Когда приходишь в офис, вывески нету, сидит один юрист, представляется человек юристом. Делами никакими похвастаться не могут завершёнными. То есть признаки однодневки это такие, что возможные компании это организовано относительно недавно. То есть либо это один сотрудник, либо наоборот полный офис сотрудников, их там человек 15. Но это всё звонари-менеджеры без юристов. То есть дело таких компаний затянуть на договор, пообещав радужные какие-то последствия. Не вдумавшись в ситуацию, то есть не рассказать последствия. Что если у человека ипотека, тут только мировое соглашение будет действовать, необходимо его заключать. То есть будут какие-то несбывшиеся надежды человека обнадёживать, так скажем. Обязательно ли вообще нужен арбитражный управляющий? Вот сам человек может справиться с этим делом, беготнёй, вот этим по судам? Или всё-таки нужен человек, который будет контролировать этот процесс? К сожалению или к счастью, арбитражный суд утверждает финансового управляющего. Без финансового управляющего процедуру банкротства не ввести, не завершить. То есть в таких делах, когда финансовый управляющий самоосвобождается, либо отстраняется в связи с дисквалификацией, либо с чем-то таким, иногда такого рода процедуры тянутся по 6-9 месяцев. То есть если финансовый управляющий какой-то не изъявил согласия на то, чтобы процедуру банкротства ввести, то процедура эта может быть прекращена. То есть всё это может быть коту под хвост. Если кто-то процедуру начал, посередине дела бросил, к сожалению, без финансового управляющего процедуру не завершить. Юлиан, процедура банкротства – это дело, мягко говоря, затратное. Есть ли это, может быть, критерием, таким составляющим для отбора компании, какую выбрать в качестве сопровождения? Да, разумеется. Не стоит вестись на дешевизну. Если кто-то будет предлагать вести, завершить процедуру банкротства под ключ за 5, 15, 20 тысяч рублей, стоит обращать… Есть такие суммы ещё? Да, конечно же, есть юристы, кто затягивает какой-то дешевизной. Потом человеку, конечно же, кувалдой бьёт по голове, обязанность оплатить депозит, какие-то госпошлины, что-то, что-то ещё. Стоит учесть, что первоначальные суммы, которые необходимы к оплате в арбитражный суд, это 35 тысяч депозит и 300 рублей госпошлина. То есть это минимальный порог для вхождения в процедуру банкротства. Юридическое сопровождение процедуры банкротства юристу, кто будет вас сопровождать, допустим, помогать в сборе документов и всё тому подобное. Соответственно, будет ещё это дополнительных стоить расходов каких-то. Юлиан, какие есть ещё тонкости при выборе арбитражного управляющего? Стоит обращать внимание на то, что вы находитесь в Ростове-на-Дону, регистрация у вас в Ростове-на-Дону, имущество в Ростове-на-Дону. Соответственно, обязательно, чтобы арбитражный управляющий находился из Ростова-на-Дону. То есть потенциально какая-то степень должна быть уже критериев и какого-то недоверия, если арбитражный управляющий будет из Красноярска, Чебоксар, либо чего бы то ни было другого, то есть, соответственно, если есть имущество, зарплатный проект, это довольно-таки невозможно вести процедуру из другого региона. На практике как раз-таки такие управляющие посередине дела бросают, либо затягивают на 2-3 более лет. Подобная процедура. А если у должника имущество есть и по области, и за пределами, как, в принципе, сейчас есть на новых территориях, как вот быть здесь? По новым территориям пока что действует мораторий на банкротство, это что касается парккредиторского банкротства. Суды таковые уже появились в картотеке арбитражных дел, но дела как таковые пока что еще не вводятся. Не все там пока что готово, не все это отлажено, все эти инструменты. Юлиан, какую информацию должен предоставить должник, в данном случае клиент, и не должен, я так понимаю, ничего скрывать, все свои обязательства, выложить, сказать, вот это у меня есть, помогите с этим разобраться. Все полностью как врачу, ничего не утаивая, всю информацию обо всех кредиторах, то есть никого не забыть из кредиторов, обо всех сделках необходимо тоже сообщить. Если имело место быть отчуждение какого бы то ни было имущества. Всю информацию о доходах, о людях, кто находится под опекой, на иждивении у должника, относительно брака, так как имущество, которое может быть признано общенажитым в браке, тоже может идти под реализацию. То есть лучше ничего не утаивать. Так, Юлиан, можно ли как-то проверить компанию? Проверять компанию лучше, вот в интернете полностью все проверяется, все это всегда доступно, отзывы как положительные, так и отрицательные могут быть. Из открытых источников лучше проверять о количестве завершенных дел, живые отзывы успешно завершенных клиентов, то есть все это должно говорить о компании. Ну и плюс, когда мы приходим в офис, мы тоже должны обращать внимание на количество сотрудников, какая атмосфера царит в офисе, то есть куча стоит папок и ведется работа, это юристы действующие, либо же это просто все сидят на телефонах, затягивают клиентов на договор. Юлиан, вот мы уже сказали, что важно прийти сначала психологически, не знаю, морально к этой процедуре банкротства. Вообще, с чего нужно начать выбор тогда управляющего? Как понять, что вам нужен вот именно этот управляющий и по каким критериям на него смотреть? Ну тут, как говорится, сложно сделать первый шаг. Необходимо самому вспомнить всех кредиторов, кому мы должны. Если у кредиторов были какие-то переуступки, то есть был банк, банк этот долг кому-то уступил, коллекторская может быть организация, необходимо все эти уступки, уведомления, требования дома найти, кредитные договоры тоже найти, все вспомнить. Необходимо иметь учетную запись от портала государственных услуг. Есть пять, как минимум, сервисов, которые предоставляют отчеты из бюро кредитных историй, где все кредиторы должны быть указаны. Зарегистрировавшись на налог.ру, можно проверить информацию об имуществе, когда было право прекращено, возникновение права, дабы не путаться по имуществу. Как выбрать арбитражного управляющего? Соответственно, можно посетить сайт картотеки арбитражных дел. Если вы находитесь в Ростове-на-Дону, выбрать арбитражный суд Ростовской области, пооткрывать все дела подряд, посмотреть, как дела вводятся, как быстро они завершаются, общий знаменатель выбрать какого-то финансового управляющего. Там уже договориться о бесплатной консультации, посетив офис. Ну и в завершении разговора, что еще посоветоваете для достижения поставленных целей и быстрого завершения таких дел? Я бы советовал ко всему подходить трезво, отчетливо, не верить каким-то обещаниям, а проверять все самостоятельно. Глава 10 федерального закона о банкротстве, которое регламентирует банкротство физического лица, там не так уж много статей, заумных каких-то фраз. Все досконально самому проверять, придя в офис такой компании, задавать все интересующие вопросы, приходить со своими родственниками, не верить пустым обещаниям, каким-то быстрым срокам нереальным к завершению, а обращать внимание на успешно завершенные дела со ссылкой на картотеку арбитражных дел. Доверять себе, своей какой-то, что называется, интуиции, посоветовавшись со своими близкими. Спасибо, Юлиан, за беседу. Нашим телезрителям, напоминаю, говорили мы сегодня о том, как выбрать компанию для прохождения процедуры банкротства. Юлиан, о чем будем говорить в следующей программе? В следующей программе мы поговорим о том, как пройти 7 шагов к свободе от долгов, как успешно пройти процедуру банкротства. Будем ждать встречи с нетерпением. А это была программа «Полезный разговор». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин